Девушки отдыхают 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 Это очень серьезно. Если вы ничего не предпримите, то нарушите закон. У вас есть страховка? Нет. Нет? И если вы не можете позволить себе его лечению, то лучше выход – отдать его кому-нибудь другому. Я могу забрать его в клинику, но вы же не сможете оплатить счет. Нет? Нет. У вас только один выход – позволить мне его забрать. Неприятная ситуация очень расстроила хозяев. Мунда нуждается в срочной ветеринарной помощи. Хозяева приняли трудное решение его отдать. Не плачьте. Теперь они могут попрощаться с ним, и пса увезут в клинику. Положите его в машину. Даниэл, не расстраивайтесь. Я вам перезвоню. Хорошо. Все в порядке. Они пытались помочь, и теперь очень расстроены. Они действительно любят собаку. Но я вижу, что псу очень больно. Нечестно заставлять его страдать. Представьте, что у вас сломана нога. Это ужасно. Врачи дадут Мунде обезболивающее и зафиксируют лапу. Для Херши важно благосостояние Мунда, поэтому она отвозит его в клинику. Мунда приехал в центр для животных Ньюбрука, где врач Лора Брэдли может оценить серьезность травмы. Мы заберем его, оставим в комфортных условиях на выходные. Продолжим давать обезболивающую лапу, зафиксируем. В понедельник сделаем рентген. Хорошо. Теперь Мунда может получить необходимое лечение, а хозяева пожалели о том, что не застраховали его. Я уведомила хозяев о том, что собаку им не вернут. Беря питомца, нужно понимать, что он может заболеть. Это нужно предусматривать. Копить деньги. Если вы не можете копить на лечение, застрахуйте животное. Страховка покроет лечение. Мунда дадут обезболивающее и сделают рентген. Надеюсь, лапу прооперируют и смогут сохранить. Рентген Мунда покажет, нужно ли ампутировать лапу или нет. Позже мы узнаем, как у него дела. Иногда работникам общества по борьбе с жестоким обращением приходится возвращаться к одним и тем же хозяевам много раз. В Лондоне Клэр Дью едет по такому вызову, к 7-месячному стафарширскому терьеру Ризли. Я еду по адресу, по которому уже ездила пару недель назад. Я увозила оттуда истощенную собаку. Сам дом, если смотреть в окна, очень грязный и неухоженный. Мы дали хозяйке время на уборку. Собаку мы покормили. В остальном, пёс здоров. Я вернула собаку хозяйке. Всё вроде было хорошо. Теперь я еду на незапланированную проверку. Посмотрим, смогу ли я увидеть Ризлу. Когда на кону благосостояние собаки, инспекторы будут ездить к хозяевам столько, сколько понадобится, чтобы убедиться в том, что животные здоровы и ухожены. Кажется, никого нет дома, но Клэр не сдаётся. Она была здесь раньше и знает, где можно найти Ризлу. Клэр оказалась права на счёт повторного визита. Ризла истощён. Он дрожит, явно напуган. А условия его содержания с момента последнего визита инспектора ухудшились. Собака выглядит ужасно. Я её возвращала совсем в другом состоянии. Там повсюду раскидан корм. Еда там есть, но собака не может жить без воды. Это не лучшее условие. У пса нет подстилки. Всё завалено банками и мусором. На полу много фекалий. Собаку явно кормят от случая к случаю. Клэр слышит голоса маленьких детей, живущих в доме. Значит, Ризла дома не один. Хозяйка боится открывать мне дверь. Но тогда я вернусь сюда с полицией и заберу собаку. Но перед тем, как позвонить в полицию, Клэр последний раз пытается самостоятельно спасти Ризлу. Привет, Риз. Это Клэр, инспектор. Это так грубо и плохо. Квартира у них маленькая. Там можно навести порядок за пять минут. Клэр уверена в том, что хозяйка дома и решает подождать. Я буду ждать, пока она откроет мне дверь. Ей придется это сделать. Я не уйду. Позже мы узнаем, принесло ли упорство Клэр результаты. Три недели назад Мунда сбила машину. У его хозяев не было страховки, и они не могли оплатить лечение собаки, так что им пришлось отдать Мунду обществу по борьбе с жестоким обращением. Сегодня Херши приехала навестить Мунду и узнать, как прошла операция на его сломанной лапе. Джо, здравствуйте. Покажите мне снимки. Перелом Мунда был очень серьезным. Ему повезло, что Херши его забрала. Серьезный перелом? Очень. Ему повезло, что нам удалось спасти лапу. Это... Снимок, сделанный после операции. Со спицами смотрится ужасно, но видно, что кости удалось собрать. Через месяц сделаем повторный рентген. Тогда будет ясно. Хорошо. Посмотрим, как срослись кости, и решим, что делать дальше. Похоже на строительные леса. Но когда спицы снимут, лапа будет в полном порядке. Надеюсь, она будет функционировать. Но лечение будет непростым? Да. Мунда долго у нас пробудет. Когда Херши последний раз видела Мунду, он был слаб и страдал от боли. Теперь он полон энергии. Привет, Мунда. Посмотри на себя. Повеляешь хвостом и такой радостный. Мунда ничто не беспокоит, кроме воротничка, который ему надели, чтобы он не грыз спицы. Посмотри, как тебе собрали лапу, а ты пытался снять бинт, да? Теперь это совсем другая собака. Он оживленный. Но ему нельзя прыгать. Это вредно для него. Лечить энергичных собак всегда тяжело. Мунда должен спокойно лежать, а не бегать. Однако полугодовалому стаффорчирскому бультерьеру, поверьте, сложно усидеть на месте. Это активный пёс. Мунда, ты должен успокоиться. Идём обратно в постель. Идём. Забирайте его. Тебе надо полежать. Франера. Для Херши оживлённость Мунда признак хорошо проделанной работы. Я рада увидеть Мунда три недели спустя после операции. Ему не больно. Он выглядит намного лучше. Мунда предстоит долгое лечение, но он отлично отдохнёт. И вскоре найдёт новых хозяев. В Лондоне инспектор Клэр Дью находится на вызове. Хозяйка не ухаживает за семимесячным щенком стаффорчирского бультерьера, и это второй вызов в этот дом. В прошлый раз Ризла был истощён, а содержался в плохих условиях. Клэр в бешенстве от того, что история повторяется. Хозяйка отказывается открывать дверь, но Клэр не уедет без Ризлы. Откройте дверь. Я просто войду, и мы поговорим. Наконец Клэр пускают, и она говорит с хозяйкой собаки. Мы давно не виделись. Вы доверяли мне прежде, и я вам доверилась. Но ситуация с Ризлой повторяется. Первое, что вы должны сделать, это отдать мне собаку. Они решают, что Клэр должна забрать Ризлу. Идём, Риз. На улице становится видно, насколько бедный Ризла исхудал. Ему меньше года. Это митис бультерьера. В Эстенде их много. У него очень красивый окрас. Ризла жизнерадостный, но очень хочет есть. Он не слишком дружелюбен. Он голоден и ищет еду. Я дам ему лакомство. Гарантирую, что он его даже не распробует. Вот и всё. И ещё одно. На упаковке сказано, что в день можно давать две такие палочки. Несмотря на то, что Ризлу спасли, хозяйка не первый раз доводит его до такого состояния. Клэр расстроена. Меня это злит. Я чувствую себя глупо. Меня редко пытаются одурачить. Но в этот раз хозяйке собаки это удалось. Но неважно, бывает и такое. Поехали домой. Поехали. Сейчас слишком поздно, чтобы везти Ризлу в приют и к ветеринару. Клэр берёт его под своё крыло и везёт на ночь к себе. Ему будет лучше здесь, со мной. Я смогу за ним следить, давать еду. У него будет много корма, воды. Я буду его выгуливать. Ему будет хорошо. Пятизвёздочный номер Ризлы готов, но сначала нужно поужинать. Клэр знает, насколько он голоден, но оказалось, что Ризлы испытывает сильнейшую жажду. Этот пёс явно давно не видел миску с водой. Вот молодец. Легче? Он очень хочет пить. Печально видеть собаку, которая хочет пить сильнее, чем есть. Учитывая, что мы знаем, насколько он голоден. Видите, у него ошейник свисает. Любому животному нужны кровь, вода и еда. Это же так просто. Молодец. Он хороший и дружелюбный. Прекрасный мальчик. Через две минуты от еды не остаётся ни крошки. Сегодня он останется у меня. Ему будет уютно. Я каждые несколько часов буду его проверять. Заходи в клетку. Он успокоится. Он поел, у него есть вода. Здесь ему будет хорошо. А утром я его увезу. Завтра Ризлу осмотрит ветеринара. Затем собаку отвезут в приют и найдут Ризле новую семью. Спокойной ночи. К сожалению, случаи пренебрежения животными нередки. В Питербурге инспектор Джастин Стабс тоже едет по вызову к собаке, с которой он уже не раз работал. Нам грустно возвращаться в один и тот же дом много раз. Это бессмысленно. Хозяин явно ничего не понимает и ожидает, что к нему опять приедут и помогут. Мы благотворительная организация, и таким заниматься не станем. Сегодня мне позвонили по поводу собаки с сильной аллергией на блог. Мы уже были в этом доме и разбирались со случаем аллергии. Думаю, мы увидим все то же самое. Может, собаку лечат. Иногда аллергия – сезонное явление. Здравствуйте, у вашей собаки опять аллергия на блог? Да. Вы ее лечите? Да. Чем? Сейчас покажу. Блохи могут быть очень живучими, и избавиться от них можно только с помощью медикаментов. Вы знаете, что это? Да. Что? Это убивает блог. Нет, это шампунь. А, шампунь. Собаку не водили к ветеринару со временем моего последнего визита в прошлом году, ведь так? Водили. Когда? Не помню. Выводите собаку, мы оценим ее состояние. Немецкую овчарку Лаки выводит из дома, и сразу становится ясно, что ее кожа и шерсть в ужасном состоянии. Вы за ней ухаживаете? За Лаки явно плохо ухаживают, и Джастина это злит. Когда вы ее выгуливали последний раз, и не врите, я и так могу это сказать. Я не помню. Не помните? Я в шоке от ее когтей. Если собаку выгуливать, когти у нее стачиваются. Лаки уже известна в обществе Джастину, жаль, но ему снова придется вмешаться. Я в шоке. Что нужно делать с собакой? Гулять. Куда уж проще. А хозяйка говорит, что даже не помнит, когда гуляла с Лаки последний раз. Что видно по состоянию когтей. Хозяйке в прошлом году выносили предупреждение. Она по-прежнему не заботится о Лаке, и Джастин больше не даст ей ни единого шанса. В конце концов, есть закон о собаках, которые страдают, которым больно, и так далее. Не знаю, больно ли Лаки, но у нее жуткие когти. За ней совсем не ухаживают. Часть закона посвящена обязанности ухаживать за животным. Хозяйка Лаки явно не справляется. И меня это шокирует. Состояние кожи Лаки настолько плохое, что собаку срочно нужно везти к ветеринару. Аллергия собак на блок похожа на нашу аллергию на укусы насекомых. У кошек и собак такая же аллергическая реакция, но некоторые могут реагировать острее. Собаки могут кишить блохами, но у них не будет симптомов аллергии, а могут потерять всю шерсть всего после пары укусов. Лаки отвозит к ветеринару Лори Вудлин. Ее год не водили к ветеринару? Или это так? Давайте посмотрим. Она очень хорошая. Посмотрите. Да, точно. Кожа у нее покраснела и воспалилась. Собаку мучает зуд. Судя по плохому состоянию кожи, Лаки болеет уже давно. Если у нее просто аллергия на блох, то от страданий ее избавит простой курс лечения. Эти наросты могли образоваться от хронического воспаления. Также собака могла расчесать кожу, занести инфекцию. Иногда доходит до заражения, которое причиняет массу неудобств. Боже, у нее воспалена вся кожа, даже между пальцев. После тщательного осмотра Лору взволновало не только состояние кожи Лаки. Лаки очень худая. Ее состояние в целом неудовлетворительное. Она жила в плохих условиях. Для начала мы будем лечить инфекцию, дадим ей антибиотики. Также начнем лечение от блох. Через пару недель осмотрим Лаки и будем решать, что делать дальше. У Лаки сегодня удачный день, ее спасли. Не думаю, что если я верну собаку, хозяйка начнет за ней ухаживать. Она явно не усвоила урок. Я буду искать Лаки других хороших хозяев. Это уже не первый случай плохого обращения с Лаки. И Джастин будет требовать, чтобы ее передали обществу. Полтора месяца назад истощенный Став Фризла... Вот молодец. ...был спасен и взят под крыло Клэр. С тех пор он набрал вес, сменил кличку на Бо и попал в семью Коуланд из Эссексом. Мы можем дать ему дом, которого он заслуживает. Он идеальный пес для нас. Он нам подходит. Помимо заботливых хозяев, у Бо теперь есть подружка Элла. Он хорошо освоился в новой семье. Элла нам очень с ним помогает. Несмотря на невзгоды, Бо с радостью будет жить в любящей семье. Он очаровательный. Я сразу захотела его взять. Молодец. У него будет вдоволь еды и воды. Два месяца спустя Лаки демонстрирует отличные результаты. Сильнее всего изменилось поведение. Лаки теперь очень счастлива. Полна энергии. Явно хочет выбраться отсюда и поиграть. У нее отрастает шерсть, кожа в полном порядке. Это здоровая, игривая собака. Я очень рад. Все хорошо. Джастин убедил хозяйку Лаки отдать собаку и надеется, что Лаки скоро заберут в новую семью. В следующей серии, может ли любовь хозяина к собаке, или я уйду с ним, или никуда не уйду, изменить его? Ему не разрешат жить в таких условиях. Нежеланную собаку бросили умирать в местном парке. Я расстроен. Есть много способов избавиться от собаки, но выкидывать ее абсолютно неприемлемо. Ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова